Друзья, у нас сегодня мультикультурное утро, потому что только что мы провели китайскую чайную церемонию, а сейчас будем говорить уже о культуре Франции. Дело в том, что французский институт Эстонии проводит рождественский день открытых дверей, который пройдет сегодня по адресу Кунинга 4, 17.30 до 20 часов. И сегодня о том, что увидят люди на этом мероприятии, а также в принципе о деятельности этого института мы будем говорить с координатором языковых курсов Викторией Эбве. Доброе утро, Виктория. Доброе утро. Расскажите, что увидит публика сегодня на дне открытых дверей? Ну, на дне открытых дверей, как бы для тех, кто уже знаком с нашей деятельностью или уже учится у нас в институте, то они, как бы для них это будет больше рождественский такой небольшой, у них будет возможность отпраздновать, как бы, Рождество с нашим коллективом. Мы будем предлагать Глинтвейн с французскими печеньями Мадлен. Для тех же, кто еще не знаком с нашей деятельностью, это возможность прийти, познакомиться с нами, с нашим коллективом, с институтом, задать вопросы, которых имеется, узнать информацию по курсам французского. Также для тех, кто никогда не учил французский, мы будем устраивать один пробный урок для начального уровня, чтобы люди посмотрели, как проходят у нас уроки, какие у нас учителя. Для тех же, кто уже учил французский ранее, также будет дана возможность сделать тест на уровень, то есть это будет устный тест, чтобы определить лучший уровень владения французского. Ну, давайте сегодня воспользуемся ситуацией и познакомим с институтом наших телезрителей. Может быть, конечно, кто-то придет и узнает все сегодня вечером на дне открытых дверей. Тем не менее, институт открыт, по-моему, с 1998 года, то есть действует уже достаточно давно. Каковы его задачи, чем он занимается? Да, действительно, институт работает с 1998 года. Сначала название его было «Центр французской культуры», и многие люди его до сих пор знают как «Центр французской культуры», но сейчас он называется «Французский институт». Основной деятельностью и целью французского института является распространение французского языка и культуры. Он относится непосредственно к посольству Франции в Эстонии, и помимо французских курсов, что более, мне кажется, известно среди людей, мы занимаемся также культурой и образованием. То есть, например, вы наверняка слышали о нашем культурном фестивале «Аккорд», который вот у нас недавно закончился. И также, например, у нас есть специалист по образованию, который занимается именно связями между Эстонией и Францией. То есть, если кто-то желает поехать учиться, например, получить высшее образование во Франции, он может обратиться к нам, и ему дадут всю нужную информацию, и помогут там и с бумагами, и с выбором университета и так далее. Если говорить о культуре, с которой знакомит ваш институт, то, скажем, на фестивале «Аккорд» что было представлено, каким образом вы знакомили людей с культурой Франции? Ну, как бы мы старались, стараемся ознакомить со всем, как бы начиная там от литературы, то есть мы приглашаем знаменитых французских писателей, современных. Это музыка, то есть французские музыканты, певцы. Также вот до сих пор проходит выставка дизайна, современного французского дизайна. То есть это очень обширная программа, французские фильмы, конечно же, особенно современные, потому что у нас все-таки люди больше знакомы с классикой французского кино, Луи де Финес, Бриджит Бордо, но во Франции очень много как бы современного именно кино, которое очень интересно, и как бы мы стараемся тоже показать это нашему зрителю. Правильно ли я помню, что фильмы еще можно будет посмотреть до 23 декабря? Фильмы у нас проходят клуб кино, он проходит два раза в месяц, по средам обычно, вот, осенний сезон закончился уже вот на прошлой неделе, 9 декабря, и начнется новый сезон зимний, вот, но программы еще, мы сейчас оставляем программы, так что это еще как бы сюрприз, то есть следите, может, зрители могут следить за нашими событиями на нашем сайте, и fe.ee, или же на фейсбуке, то есть будет новая программа на зимний сезон обязательно, мы выберем, скорее всего, одного французского режиссера, достаточно знаменитого во всем мире, и будем показывать его фильмы. То есть это будет бенефис выбранного режиссера? С Францией связано очень много культурных клише, эйфелева башня, круассаны и так далее, какую культуру знаете вы, какую культуру вы преподносите нашим жителям? Стараемся, конечно, показать многогранность Франции, к сожалению, действительно, люди очень много знают клише именно, а Франция, каждый регион Франции, он очень, очень разные, разная еда, разные, как бы, очень многогранные. Культурные обычаи и традиции. Да, культурные обычаи и традиции, и поэтому мы стараемся, конечно, это все показать, также, чтобы люди знали о современной Франции, о современном, как бы, и литературе, и кино, и музыке, и, то есть, чтобы мы не оставались только с Эдит Пиаф и Джо Дассеном, а, ну, как бы, знали больше о французской культуре. Ну, например, если, так сказать, разрывать шаблоны, чем отличается Северная Франция от Южной Франции? Ой, очень многим. Там, как бы, там разные влияния, то есть, конечно, Южная Франция, опять-таки, даже зависит, там мы говорим, например, о регионе Кот-д'Азюр, это Лазурное побережье, или мы говорим, например, о Лангдок-Руссион, они совершенно разные, то есть, одна находится ближе к Италии, то есть, там больше итальянского влияния, другая находится ближе к Испании, там больше испанского влияния, то есть, там даже акценты разные у людей, еда разная, кухня разная, то есть, абсолютно, абсолютно все разное. Кстати, говоря о кухне, ведь Франция славится и своей кухней тоже. Какие традиции или традиционные французские блюда можно все-таки привести, если мы не говорим о круассанах и каких-то там фуа-гра и так далее, общеизвестных блюд? Ну, опять-таки, зависит от региона, то есть, на севере Франции более известные такие блюда, более сильные, да, то есть, там, они едят много мяса, картошки, да, калорийные, ну, как в Эстонии примерно. На юге Франции более такие легкие, да, салаты, морепродукты и так далее. Вот мы предлагаем, как бы, курсы французского, и одно из наших так называемых мастерских, то есть, это курсы по, ну, разговорные курсы, у нас есть французская кухня, то есть, преподаватель именно рассказывает о французских блюдах различных регионов. И также есть несколько дней в этой мастерской, когда ученики сами готовят с учителем, как бы, какое-то блюдо какого-то региона. То есть, вот, например, такое есть у нас, мы предлагаем мастерскую языковую. Спасибо большое. В нашей студии была Виктория Эвва, координатор языковых курсов института, французского института Эстонии. Добро пожаловать на курсы, узнать о них вы сможете на сайте этого института. А сейчас наш эфир продолжится музыкальная пауза, и, конечно же, в эфире звучит французская музыка. Игорь Негода